так ребят всем привет сегодня расскажу такое небольшое видео про коробки передач хотя хочу снять небольшое видео сказать есть много чего про коробки автоматы значит тут что получилось буду кашлять потому что еще до конца не выздоровел но хочется видос снять что все пишут где ты пропал где видосы я говорить долго не могу да только с конфеткой тогда можно долго а так что я накашлял калифорния понимаешь одолела или что лежу тут на улице вот ладно значит из-за чего разговор решил завести разговор решил завести из-за того что мой джип который я сделал благополучно он был благополучно продан нормальные руки в обычные руки скажем так не механические а вот и значит через две недели он возвращается ко мне с тем что коробка не едет значит колдую ищу не могу найти проблемы вот проблему не могу найти единственное что нашел что часть масла сливается через насос а часть нет остается в поддоне довольно прилично литра три наверно остается в поддоне вот я решил забился фильтр но отложений никаких нет поддон как я вымыл так он и остался чистенький поэтому помыл потом помыл этот там где регулятор давления не регулятор он а ну блок два датчика гувернер кто разбирается тот знает вот значит все помыл гувернер почистил этот датчик давления почистил клапан точнее ну и все заливаю масло ставлю новый фильтр заливаю масло машинка все все класс не ошибок ничего ничего не понятно ладно думаю ну короче уезжай человек ездит неделю через неделю алло дима короче понятно машина достала она опять не едет ё-моё короче везем машину на яму значит готовлюсь мыть полностью значит слышу что оно холодное едет дальше не едет думаю ну надо мыть гидроблок что я подозреваю не в электронике дело то есть как бы пропадает давление то ли клапан какой-то западает то ли что пропадает давление в коробке ладно договариваемся с ямой едем на яму приезжаем на яму начинаю сливать и опять та же история максимум что я слил 4 литра через насос а насос должен выгонять все из поддона да то есть до этого когда у меня хорошо прокачивала из поддона литров шесть с половиной семь выгоняла примерно так вот а тут смотрю еле-еле 4 струйка такая тоненькая думаю но опять то же самое очень похоже значит отойду немножко в сторону потому что расскажу что я читал про это дело в интернете не то что даже в интернете а а так удобнее мечтать держать вот расскажу то что вы прочитаете и те кто интересуется коробкой да есть такое мнение распространенное что типа не очень-то рекомендуют масло менять в коробке потому что очень часто после замены масла появляются очень коробки становятся да и не едут это действительно такая проблема и очень часто бывает что с коробкой какая-то проблема люди едут в сервис сервис чинит говорит все нормально исправно человек забирает значит они говорят ну мы починили надо заменить же масло меняют масло проходит какое-то время и человек опять там неделя-две и он бах опять в сервис и говорит плохие сервисы козлы там ба 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 очень много такого в интернете вы про это начитаетесь просто тьма таких вот тем вот и если вы будете читать спицы не просто баловолки интернетные вот эти форумы да а если вы найдете специализированное где люди уже не одну коробку даже не то что это специалисты а даже есть люди любители да но они эту коробку уже два раза три раза разбирают и вот я такую темку нашел где уже люди знающие и разбирают и они говорят что пишут что будьте осторожны после замены масла ну там про джип конкретно коробка да очень часто бывает что начинает вымывать масло свежее имеет хорошую моющую способность особенно в старых машинах когда там машины 90-х годов а сейчас масла уже сейчас 2016 масла сейчас все лучше и лучше и моют лучше и чистят лучше да и бывают такие истории что из гидротрансформатора бублика да свежее масло заливается начинает вымывать грязючку и эту грязючку куда ее ее гонит вперед насос гонит короче он ее выгоняет обратно в поддон и через поддон она тут же забивает фильтр и насос воет машина нет вот моя ситуация я снимаю поддон главное что звоню фильм смотрю на фильтр да а он весь такой однородного цвета в одном месте беленький такой белый я решил все таки что это вода попала потому что у меня там был йогурт и это вода не дает пропускать я на него смотрел так смотрел позвонил клиенту и говорю что клиенту ну человек который он продал а вот позвонил говорю надо еще раз фильтр менять скорее всего что из-за воды на гору сейчас поеду все снимать заложу ну поговорили заложу снимать и так по этой темной однородной части пальцем там же грязь настоящая грязь я так смотрю так это наоборот белое пятно это кусочек чистого фильтра где он прижимался к алюминию к платье а он остальное однородно это он черный такой они это его цвет вот я общество покажу я его привез сюда вот то что я вам только что говорил вот он светлый цвет я пальцами брать не буду а вот он видите черный весь вот этому фильтру одна неделя вот значит советуют в интернете пишут мы его помыли там бензинчиком помыть или что-то ребята вы помоете его снаружи вот я кстати да совет еще дам любителям помыть фильтр особенно коробочный он такой фетр очка до фетра это такое дешевый фильтр предыдущий фильтр который менял вот оригинально он забился тоже вот он такой металлический атома сетка значит когда вы его будете когда вы его будете мыть как вы там советуете бензинчиком там водичкой шочком еще чем-то вы моете наружную внутри в этих волосках все равно вы эту грязь не вымоете и и он все равно пропускная способность его будет хуже поэтому стоит он копейки он стоит там что-то не знаю 12 долларов 13 получше там ну 25 там не стоит это тех денег вот единственный еще совет дам в данной ситуации я сейчас поеду туда гараж я вам еще покажу там а значит что еще интересно когда снял поддон слил с него масло и вот теперь я наконец увидел в поддоне слой миллиметров внутри может больше 3 грязь представляете какое ее количество там в гидротрансформаторе было что она вымыла где-то но больше не где масло ну собраться грязи я же до этого разбирал гидроплиту снимал то есть непонятно ну как непонятно понятно большое количество на три замены масла сделал потом уже четвертая сейчас получается 5 что ли вот и она растворила все эти отложения растворила выгнала в поддон и все и забивает теперь теперь фильтра поэтому такой совет я когда снимал американцы любят ставить у них такие магнитные фильтрики у меня один тут валяется вы их найдете в интернете если новый куплю я мы закажем час новый я вам его покажу засниму вот ставите под капотом там здесь обычно это стоит клапанок такой да кто кто в теме тут знает вот туда в капу в этот там рядом с клапанком врезается этот фильтр он дополнительно фильтрует 1 там внутри стоит магнитный элемент 2 то есть металлическая частицы обратно в поддон не попадают они в этом фильтре задерживаются конечно при таком количестве грязи забила бы любой фильтр какой не поставь любой но его бы забила там под капотами поменять его легко а вот каждый раз ехать на яму это америка тянуть тут нельзя лучше вопрос можно тянуть нельзя тянуть протянуть сейчас расскажу но надо эвакуатор а это деньги да на яму работа сливай масло все выкручивай проще поставить под капотом дополнительный фильтр его открутить открутить и забыть короче вот так почему такая вот такая проблема еще расскажу тянем мы значит его решили мы его тянуть немножко веревочки нормальная нет завязали такую хлипеньку веревочку тянем ну и крепенькая у нас два раза вот и второй раз зацепили садимся в машину и проезжает мимо полицейская машина она возле меня не остановилась там сзади возле джипа остановилась еще там помахали руками и поехали серёга говорит ну они мне типа окей окей ну все окей поехал серёга все нормально все поехал бах порвалась когда он уехал ну ладно мы перецепили завязали опять садимся ехать вторая машина оп сзади полицейская видно сообщил этот уже вышел подошел а я знаю что серёга по-английски не говорит я так чуть подождал что-то он там раз выхожу из машины вроде выходить нельзя же в америке да но я знаю ну чё-то я короче вышел выхожу а полицейский ко мне вон так с фонариком в руке как всегда и а то конья поворачивается вы говорите по-английски я говорю да он окей идет к мне а я иду к нему то есть я не сижу much в этот момент серьёзно говорит он у Handruку держал на кабуре над новой кабуре на пистолете уже escola к бурит тонку мне тут такой он бывший руку держит фонарик так и руку держит на кого rye я подхожу я говорю мой мой друг говорю не говорит по-английски он Он говорит, окей, вы понимаете? Я говорю, понимаю. Что у вас случилось? Я говорю, его машина неисправна, трансмиссия сломалась. Хорошо, я говорю, нам тут 2-3 мили, я тяну его к себе в гараж, нам 2-3 мили тянуть. Он говорит, хорошо. И такой заходит между машинами, так фонариком раз на шнурок. Это нелегально. Такой, это не легально. Или не легально. Я понимаю. Тебе надо машину на любую плазу и вызывать тоинг. Это нелегально так тянуть. Я давно хотел спор затеять. Но не в такой ситуации, конечно. Надо подойти к полиции. Я потом вечером приехал домой, еще раз перечитал все правила в поисках. Нигде нет пункта, что нельзя машину тянуть на шнурке. Где они это берут, я хочу просто узнать. Почему нельзя? Я видел, что тягают. Черные постоянно машины на шнурках тягают. Наши все в один голос. Нелегально нельзя тянуть. Поэтому, кто знает, кто будет смотреть мое видео и знает это, подскажите мне, где это прочитать. И где это узнать? Почему не легально? Где написано, что нелегально? Или, может быть, на хайвее нелегально, да? А вот до дома дотянуть? Зачем мне таулинг, если мне 3 мили протянуть? Позвонил друг. Тем более, в магазинах я видел, что продается этот таурок. Это веревка. Это не веревка, как она, а тауровка. Тягательная. Я уже забыл, как мы ее называли. Шнурок, короче. Вот. Оно продается в магазине. Вот эта вот с крючками, веревочка с крючками. Вот. И если она продается, так отчего она нелегально? Ну, не знаю, короче. Ну, вот такая ситуация. Ну, мы не стали испытывать судьбу, потому что он нам сказал, что нелегально. И вызывайте таулинг. Пошел, сел и уехал. Мы такие через перекресток перетянули. Но я сразу на этот, на ближайший, думаю, тут же в Америке они хитрые. Он скажет, да-да-да, уехал, а сам раз со стороны будет смотреть. И второй раз точно штраф в леве. Поэтому уже поставили и вызвали таулинг. Ну, в общем, ладно. Я сейчас еще вам в яме покажу и дорасскажу дальше. Все. Так, ребята, всем привет. Значит, продолжаю начатое видео про то, про коробку, короче. Там я уже рассказал предыдущие. И вот я обещал показать поддон и сколько в нем масла. Точнее, не масла, а сколько в нем грязи. Вот. Значит, вот он наш поддон. Вот он наш поддон. Значит, неделю назад я Сереге отдавал машину. Я вымыл, вычистил поддон. Поставил новенький фильтрик. Единственное масло мы не заменили, да? Масло осталось старое. Но поддон был вымытый и все. И вот на теперешний момент мы смотрим. Вот магнит. На магните слой, вот, миллиметра три, да? Два. Но это грязь, стопроцентная грязь. Вот она. Вот. Магнит весь в грязи. Теперь берем дальше. Набок. И вот, пожалуйста, какое-то алюминиевое, то ли стружечка, то ли что. О! Полный поддон. Вот прям слой такой идет с маслом. Магнит на себя вообще конкретно нацеплял. Ой. Ну вот. Вот это все вымыло из... Из бублика, да. Вот его надо сейчас смешать с этими остатками масла и утилизировать. Мы по-американски будем говорить. Кстати, прокладка не супер качественная, она новая. Да? Как-то ее уже от масла, что ли, смотри, повело. Можете поменять, у нас есть две. То есть, вот, после замены масла в коробке, там все спрашивают, типа, очистить. Типа, чем коробку очистить внутри, тем промывочку какую использовать. Вот как только вы используете промывочки, у вас ее так промоет, так очистит. О! Пожалуйста. Где-то из бублика повымывало. Смотри, прям кусками вот висит какая-то. Видишь, лохмоция прям такие. Вот. Где-то что-то повымывало. Дальше. И забило фильтр, и здравствуйте, и коробка не едет. И вам нужен буксировочный трос, как Сереге. Серега его даже купил. Серега даже его купил. После промывки покупаем. Причем прям в пути. Едете, едете, да? Едешь, едешь, бах, и все, и коробка не едет. Насос водит. И все. Закон подлости это делается на перекрестках. На перекрестках. Когда еще сзади полиция стоит. Ну, а я, да, рассказывал там в видео, что... Что полицейский за пистолет, ты говоришь, держался, когда ко мне подходил. Да, да, да. Со мной разговаривал, да? Да, да, да. Ну, а я не видел, я, знаешь, смотрю на него ему в его честные глаза. Не, знаешь, думал, что он ко мне привяжется, что... Типа, чего я вышел из машины. Я поэтому сразу говорю, что мой друг не говорит английский. А он говорит, что ты говоришь английский? Да, да, конечно. Конечно, 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 я говорю. Чуть-чуть. Я понимаю, что такое нелегально. А мне несколько раз. Незаконно. Типа, это illegal. Ты понимаешь? Андрестент, Андрестент. Серега, давай веревку, Андрестент. После цены он улетит. Да. Ладно, короче, это все надо сливать в конкретный слой, да? Да. Какахи. Короче, мы надеемся, сейчас это все вылим, на сухо вытрем, все вычистим, вымоем и будем надеяться, что... Ну, на ощупь такая грязь, знаешь, как не песок. Такое вот оно раз и растворяется сразу. Не знаю, такие какие-то отложения непонятные. Вот. Ну, в общем, вот такая проблема. То есть, как только вы маслица сменили, либо промыли, либо в большом количестве сменили, как я, три раза, оно где-то отмывает внутри коробки. А с одной стороны, хорошо, люди мечтают помыть коробку. А кому-то потом плохо. Вот. То есть, надо на ней потом много поездить. Либо ставить дополнительный фильтр. Во, я его, кстати, не снял. Мы его, может, когда будем ставить. Дополнительный фильтр, чтобы он первое время отфильтровывал то, что идет обратно в поддон, чтобы не забивался быстро основной фильтр. Вот. Все. Всем пока. Эпопея продолжается. Всем удачи.